Манчини Это не просто мое мнение, это такой общий опыт. Отлично! Прошел мяч на Болотному! Но пробить не успел, как следует тычком, опережая защитника. Антон пытался мяч в ворота послать. Перевод налево и подача. Отличный удар по воротам. Первый серьезный момент у ворот Андрея Лунева. Получилось, надо признать, очень красиво у китайской команды. Вот подача Юрия. Очень высокая и гол! Браво! Явная ошибка вратаря и не умаляет достоинств и навеса и удара Себастьян Дриуси. Открывает счет. Но я не напомнил вам, кто забивал в предыдущем матче. Да, мы поговорили об игре с Копенгагеном в ворота Слави на 27-й минуте, что забавно. Забил Александр Кокорин, потом отличился за Болотный. И во втором тайме Ерохин, Дмитрий Багаев и Денис Терентьев, которые выходили на замену. Аут. Аут. Это, в общем, не важно. Мяч уже в розыгрыше. А вот это подача. И 2-0. Кокорин отправляет мяч в сетку. И вновь вопросы к вратарю Гуанчжоу Эвергранд. Как-то уж больно робко себя Шиболю повел. Если в предыдущем эпизоде он пошел за мячом и пропустил его, то на этот раз, наверное, партнеры ждали выхода. Напасные моменты атаки соперника. Это то, без чего товарищ Кимач уже особого смысла не имеет. Ну вот, пожалуйста. Просили, получаем. Отличнейший момент. И удар Алана с хода. Ну, действительно, красивая атака. Не очень своевременное подключение. Вот этот парень, 35-й номер. Ну, судя по номеру. Подача в штрафную. А нет положения вне игры. Заболотный. В ближний угол рискнул пробить. Красиво. Попал в штангу. Продолжение атаки. Диагональ от Жиркова и перевод Дрюси. Оригинально сыграл Антон. Там же защитники. Центральные, вот, пятый и шестой номера. Неподалеку от Алана. Высокая подача. Удар. Браво. Блестяще, как играет Андрей Лунев. И это Рикардо Гулярт. Пробил головой. Там показывают, апсайд был, но реакция Лунева. В курортах это делать, а где-то это совершенно не мысль. А у некоторых эмирантов. Еще одна атака Зенита. Удар. Заболотный тоже очень хочет забить. Пока его выручает вратарь. Хорошо подработал мяч. Левой ногой подложил себе под правую. Таким плоским, плотным ударом в нижний угол. С углового, напомню, Зенит открыл счет. Тогда явно ошибся вратарей. Снова высокая подача. И гол! И Антон Заболотный просил передачи. Жалко даже немного вратаря, потому что, помните, первый-то мяч. Зенит забил, потому что слишком далеко на дальний угол вратарский. На дальнюю штангу был послан мяч. И вратарь этого не почувствовал. А теперь, наоборот, слишком близко полетел. И не успел вы эти шиболю. И Заболотный завершил таким образом вот эту атаку. В которой он непосредственно очень активное участие принял. Но ошибки вратаря довел дело до разгрома. Но здесь Гуан-Джоу пока ничем ответить не может. Алан. Подустали, в том числе и бразильцы. В какой-то момент был очень активен Рикардо. А сейчас прячется в глубине 11 номер. Может быть, сейчас поможет команде. Вот Рикардо Гуляр, Талан. И это гол, но положение вне игры. Сыграли красиво. И переводил Алан мяч дальше. Пользовались тем, что выскочил вратарь. И получился тонкий удар в противоход. Ладыгин среагировал и добивал этот мяч. В обычном режиме. Близком к соревновательному. Смольников удар по воротам. И впервые в игру вступает новый вратарь. Вышел защитник. Там тоже перестановка. Зенит еще одну атаку проводит. И забивает, что опять Денис Терентьев. Как и в предыдущем матче, сумел отличиться на зависть Кузяеву, который, помните, начинал крайним защитником. Потом перешел ближе к атаке. А все никак забить не может. А Терентьев забил. Слева шел. Играл широко в стенку с полозом. Здесь ушел от соперника. И еще одна очень аккуратная комбинация. Терентьев успевает вывернуть стопу и отправить мяч в угол. Терентьев. Ну и сразу забил. Правда, Терентьев очень неудачно мяч выбросил. Как здесь молодые защитники справятся. Прорыв в штрафную. Прострел. Все-таки гол. Все-таки гол. Китайская команда забивает. И ее новый капитан, 29-й номер Гаолинь, заносит мяч на всех. Мин Джабао. Потом заброс в штрафную. Годжин. Хороший прострел. И в полете замыкает комбинацию. Ну вот и все. Финальный свисток. Получили очередную порцию информации. Да и удовольствие тоже от голов, от довольно быстрой игры.